утречка 11 марта на улице минус 14 я сделал кофе себе воли тоже сейчас придет пошла в душ стояла решала есть сначала душ сходить или кофе попить решила попить кофе сначала а потом резко поменяла свое решение и пошла в душ на то женщины и женщины сто раз могут за секунду поменять свое решение подарил тут цветы поле на 8 марта через один-два дня они уже вот так что-то завяли тут у нас прям на 8 марта открылся магазинчик или салон вот этих цветов они прям вывески сделали я что-то поехал сначала думаю подальше где знаю магазины увидел у нас магазинчик думал далеко не буду ехать заехал там все цветы купил вот но видите по ходу дела ну как выглядели они бодро пока магазине были привезли также поставили вроде вон вот вам вот так вот короче непонятные цветы продают лучше ездить туда где знаешь новый магазинчик набрали там старых роз но при этом фиг определишь они там старыми старые надо как бы сама суть то что подарочек был сделан на 8 марта это самое главное и кстати смотрели тут влоги в америке оказывается мужики не дарят цветы на 8 марта там нету такого и на 8 марта там женщины сами себе покупают цветы но в общем какой-то тупизм тут даже мужику которого нету денег или он бухой там в усрачку он все равно с утра попрется и купит эти цветы на последние деньги в любом состоянии вот любое количество цветов там хоть именно пол цветочка это организует вот на то люди и вот в россии ну и многие другие страны есть кто тоже такие же люди а здесь у лесу туричка вам поливает свою рассаду постоянно за этим следит и контролирует я вот в это вообще как бы не лезу не хочу внедряться потому что оля делает это уже несколько лет знает что делает у него все он прорастает все растет никаких проблем нету там можете посмотреть все у нее отлично растет вот а я уже потом контролирую когда она уже высадит в теплицу моя уже задача в теплице все это дело поливать на улице сегодня холодно вон теплица а там уже она как бы в общем-то не не участвует она даже не знает когда поливается этот теплиц я каждое утро все лето отвечаю за это полив газон подстричь удаться фигня меня это прикалывает поэтому и при этом мы так не договаривались что давай ты будешь это делать а я отсюда другое просто вот она сама по себе как-то определилась оля взялась за это все вот там типа купи земли вот она снег заносит оттуда набирает снег тут тает вот это талая вода этой водички поливает рассаду вот это все организовывает что надо говорит я это покупаю она вот делает а потом уже в теплицу а там уже я разбираюсь и это все у нас как бы в жизни все так распределяется автоматически мне о чем никогда не договариваемся ну вот и значит будешь делать это вот и значит женщина я значит мужчина вот женщина значит должна тоже должна это вот это тупое равноправие чего-то ничего такого просто за что-то она взялась делать вот вот это например или что-то либо другое какую-то другую работу я делаю и все пошло-поехало и мы каждый выполняем эту задачу никто никуда не лезет и четко все получается в итоге она организовала рассаду я все это дело контролирую поливая там и все такое у нас помидоров дофигища всяких овощей и все такое все никто не не ругается никто никому ничего не втирает не объясняет вот сейчас будем пить кофе вчера вот я например и оле и я умеем делать хлеб периодически мы делаем мне например нравится делать черный хлеб вот такой вот хлеб я постоянно экспериментирую делаю вот этот хлеб например здесь кунжутом внутри с укропом бывает делаю там чесночный хлеб еще какой-то и здесь цельно зерновая мука ржаная вот офигенный хлеб вот вчера вечером сделал а оле делает больше предпочтение у нее такой белый хлеб пушистые вот иногда этот запаривает оле начинает делать белый хлеб белый заколебывает делаем вот этот это же у нас автоматом распределилась я делаю бородинский поле делает белый тоже не не договаривались что давай ты это я то то ну и так далее когда кто чё делает просто захотелось черного хлеба я просто беру и делаю поле видит что я сделал и уже не делает белый а когда она видит что нету этого хлеба и я ничего не делаю она просто берет и делает белый хлеб и все молча молча это нужно все делать вот так все 0 здесь подготовил себе стаканчик под кофе так что я пошел пить кофеек смотреть что там происходит в мире каждое утро естественно полить обстановку что там происходит в этом мире потому что если ты не понимаешь информации нету то и можно потерять и деньги и да все можно потерять в этой жизни надо обязательно понимать что происходит вот одна из задач например мужчина это вычислять наперед что происходит вообще в мире и примерно понимать сколько будет стоить рубль доллар что с этим всем делать покупать или продавать вот ну в общем много чего он всякие разные компании закрываются как распределить деньги задача мужчины как раз таки вот в этом так что будем сейчас изучать и вычислять